Здравствуйте, друзья! Это программа Александра Кузымака, это моя программа на Спорт-24. Я рад вас приветствовать в этой студии, в нашей замечательной студии, которая уже, можно считать ее таким местом намоленным, потому что это то место, в которое приходят люди, чьи достижения в мире спорта, это, ну, в первую очередь, конечно, в мире спорта, это, безусловно, ну, я бы так сказал, может быть, немножко пафосно прозвучит, это ум, честь и совесть вообще всей нашей эпохи, и для кого-то эта эпоха только начинается, для кого-то эта эпоха уходящая, но самое главное, наверное, в том, что это те люди, которые продолжают оставаться и нести статус нашего спорта и повышать статус нашего спорта на протяжении вот этого всего того времени, в котором мы с вами живем. Я с гигантским удовольствием и с большой честью представляю в этой студии гостя, которого представлять не надо. Четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира Александр Иванович Тихонов пришел к нам в студию. Александр Иванович, спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам. Ну, как я мог отказаться? Спасибо огромное. Знаете, вопросов так много, что я, может быть, буду задавать немножко в разброс, что называется. Я отвечу на любые. Да. Вы знаете, ваша биография настолько полна событий, она настолько этими событиями просто кишит буквально. Причем как ваша, собственно, жизнь до больших достижений в биатлоне. Я читал вашу биографию и насколько она красива с точки зрения вот этого вот подъема наверх. В ней есть что-то символическое даже, да, потому что вы ведь начали, что называется, из ничего, да, и стали выдающимся абсолютно человеком. Это ведь правда, так и есть, да? Ну, так и есть. То есть вы сами себя в каком-то смысле сделали. Вы знаете, я все-таки человек очень верующий. Верующий по-своему. Не в церковь, а в Христа. Вот. Кому что начертано судьбой и Всевышним, тот тем и будет. Вот мне задают вопрос, как вы умудрились прийти в биатлон, будучи лучшим лыжником в стране? Понимаете? Я случайно откопал старую фотографию. Ученик пятого класса. Стоит двумя друзьями в Уральских горах. У нас тогда модно было в походы ходить. Лыжи деревенские такие. Все, как иногда палки. Самопальные были. Я их сам строгал, делал, да. И у меня за плечами. Отец тогда у меня был учитель физкультуры. И тогда было в школах еще военное дело. Я застал. Я уже его не застал, отменили. Но отец оставался учителем физкультуры. И у нас была стрелковая подготовка. И вот когда мы пошли в Уральские горы, я взял пачку патронов. И лежала малокалиберная винтовка. Я взял, привязал две веревки. Никто так не носил. Обычно носит так, на одном. Я привязал две веревочки за две верхнюю и нижнюю антабку. И повесил ее как биатлонку. И я когда эту фотографию случайно откопал в старых пакетах, я смотрю, у меня за спиной ствол торчит. Значит, было начертано судьбой. Нет, безусловно. Но вы-то тогда этого не знали. Ну, тогда не знал. Это мы сейчас, да. Вы знаете, я в процессе, в дальнейшем, я очень много читал. Сейчас читаю меньше, но уж читать нечего. Вот. Значит, я уверен, что талантами не становятся. Ими рождаются. Надо понять в чем. Любые способности, любые способности. Я видел очень много ребят, прошли через... Я целое поколение пережил в сборной команде. 14 лет я бы еще и на пятую Олимпиаду собрался в 33 года. В 29 лет меня уже выгоняли из команды. Старый, дай дорогу молодым. Я боролся еще 4 года. Вы себе представить не можете. Еще два раза стал чемпионом мира. Серебряная, бронзовая медаль. И закончил карьеру олимпийским чемпионом. В 33 года. Вот сегодня Бьерн Даллин закончил в 41 год. Понимаете? Ну, сейчас изменилось много технологии. Фармакология, да, наверное, позволяет. Вы знаете, мы никакой фармакологией не пользовались. Абсолютно. Вот много задают вопросов. Тут даже норвежцы Торс Венсбергер, которого я регулярно обыгрывал. Норвежец. Он написал, что не исключено, что и Тихонов выступал на допинге. Ну, понимаете, абсурд. Им уже нечего сказать. Понимаете? Вот нас все пытаются, понимаете, прошли все стольких лет. Вот и Тихонов на допинге. Это полный бред. Они не знают, за что укусить Россию. Вот. Мне кажется, это... Ну, правда, мы дали пищу для допинговых скандалов. Огромную пищу дали. В легкой атлетике отстранена тяжелая атлетика. Сейчас биатлон не восстановили в правах Международной Федерации. Вот только что закончился Конгресс, на который я принципиально не поехал. Не поехал, да. То есть приглашали? А? Они приглашали. Нет, я был заявлен от Грузии. А, вот как. А наши безграмотные сегодняшние президенты, я говорю, как есть. Я его знал спортсменом. Вот. И у меня осталось впечатление, что он остался нормальным человеком. Ну, я ошибся в Драчеве. Я уже извинился на своем сайте и в прессе. Извинился публично за то, что я его поддерживал. И, будем говорить, он сыграл решающую роль в том, чтобы он стал, возглавил российский биатлон. Он развален до основания. Спортсмены бегут. Тренеры один в Канаде, другой в Корее, третий в Китае. Сейчас еще кто-то куда-то собирается. Девочки три уехали на Украину. Сейчас уезжают в Молдавию. Понимаете, страшно то, что никакой реакции со стороны двух ведомств. Олимпийского комитета и Министерства спорта. Я думаю, что уже, наверное, пора такой вид спорта развалить. Он популярный. Очень популярный. После футбола мы номер один. А зимой вообще смотрят только биатлон. Понимаете, каждый конец недели, четверг, пятница, суббота или пятница, суббота, воскресенье, везде биатлон. Самая большая зрительская аудитория. У нас все комплексы в мире не вмещают желающих. По 30-40 тысяч стадионы стали. Понимаете, я немцам как-то подсказал давно в руполдинге. Они говорят, проблема, трибуны расширить не можем. Там же не так. У нас взяли, вырубили сколько хочешь гектар и построили, что хочешь. А там не так. Там сосна, каждый имеет своего хозяина. Я им предложил, протяните кабель, поставьте огромный экран, ставьте киоски, глинтвейн, закуски, сосиски и все остальное. Они оборудовали две поляны, которые вмещают около 20 тысяч. И все битком? Битком все забито. У нас билеты проданы в конце мая, начало июня, до середины июня максимум. Проданы все билеты на 9 этапов Кубка мира, или чемпионат мира, или Олимпийские игры. Продано все. Такая популярность биатлона. Ну, если попробовать, я понимаю, что это сложно, тем более вам, потому что вы об этом знаете все, попробовать посмотреть на ситуацию, ну хоть сколько-то с оптимизмом, это можно как-то исправить? Нашу ситуацию. На ваш взгляд, нашу ситуацию. Вы знаете, только хирургическое вмешательство. Это что, всех уволить? Я сегодня написал, свою статью поместил, вот она у меня сайт, александртихонов.ру, вот, я написал, что вопрос может решить только внеочередная конференция, либо отказ Драчева и его безграмотного правления, кого он собрал, понимаете, только этот вопрос может решить, как-то исправить ситуацию. Потому что абсолютная безграмотность. Мне позвонили многие страны, представители многих стран позвонили с Конгресса. Я не поехал, я сегодня на сайте поставил свою статью и даже сфотографировал, поставил билеты, что я собирался лететь с 6-го туда и сей, и 10-го обратно. Я не полетел по одной простой причине, когда встретился с Драчевым, с сегодняшним президентом, который тащил за уши на этот пост. Еще раз извиняюсь. Вот, значит, встретился в Министерстве спорта. Ну, состоялся просто скандал. Я задал вопрос, зачем тебе это надо? Человек обманывал. Что спонсоры, Росавтодор, там, братья Ленинградские, все понятно, кто это. Понимаете, ни одного спонсора, никого нет. Сегодня нет средств на проведение тренировочного процесса. Даже так? Все отвернулись, да. Вот, поэтому я пытаюсь сейчас инициировать, жду окончания этого экономического саммита у нас, да? Форум, да. Да, называется «Сдача Дальнего Востока». Ну, пусть будет так, по-моему. Я за все отвечу. Значит, закончится, появится советник президента по спорту Игорь Евгеньевич Левитин, наверное, Кулаковский. Вот, к кому мы будем обращаться? Обращаться, чтобы пригласить, наконец, решить вопрос. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович, понятно, не устраивает, да, вот то, что происходит сейчас. Что, вот вы сказали про безграмотность. В чем она проявляется? Во всем абсолютно. Понимаете, он убрал всех, всю профессиональную команду. Ведь, посмотрите, ведь это длится не один год, это уже длится одиннадцатый год. Как я покинул пост президента. Вот, знаете, я этот вопрос задавал на довольно высоком уровне. Когда меня пригласили, чтобы поинтересоваться, Александр Иванович, скажите, пожалуйста, а что же все-таки случилось с биатлоном? Я говорю, вы знаете, не буду называть, что это были за люди высокого полета. Я говорю, вы знаете, я бы хотел этот вопрос задать вам. Вот я принял биатлон разваленный примерно как сегодня. Не было ни копейки денег, ни офиса, ну, просто пустота абсолютная. Я тогда был серьезным производственником. Слово бизнес, оно не мое. А вот, значит, я очень хорошо зарабатывал. И первые шаги не один год, значит, я спонсировал. Многие-многие вещи. И тренировочные процессы, и автотранспорт, и ремонт офиса, и приобретение техники. То есть, все было, понимаете? Восстановил биатлон, мы приняли такой статус, подняли. Все финалы Кубка Мира проходили в России. За это надо было бороться. Я получал со своей командой, грамотной командой, я сегодня хочу сказать спасибо, дорогие мои. Вот. Мы получали более 80% голосов по любому вопросу, который мы ставили на конгрессе и отчетно-выборном, и промежуточном конгрессе. У нас ежегодно финалы Кубка Мира, чемпионаты Европы, Кубки ИБУ, это Международная Федерация, понимаете? Летний биатлон провели в Уфе на таком уровне, провели в Чайковском, в Ижевске. Понимаете? Мы были насыщены, такая программа была насыщена и зимняя, и летняя. Понимаете? И вдруг Тихонов становится неугоден. При нашей команде, и под моим управлением, было завоевано 24 золота, 28 серебра и 19 бронзы. Немцы были, по-моему, вторые, на ревсе третий. Так что же не устраивало? Я этого по сей день понять не могу. Теперь 11-й год. Кущенко стал вместо меня первым вице-президентом Международной Федерации. Начались развалы. Сразу допинг Ахатова, Юрьева, Ярошенко. Три. Это была катастрофа. Умолял. Я уже знал. Я умолял их перед чемпионатом мира сняться вообще просто не позориться. Понимаете? Начался развал. Я ухожу с поста вице-президента первого Международного Федерации. Становится Кущенко. Развал, допинги. Но самое интересное. Андерс Бессибер, который сегодня впоследствии отстранен от поста президента. Он, я так называю, выписывает диплом Кущенко за развитие биатлона в России. Нонсенс. Над нами все смеются. Кущенко уходит с поста первого вице-президента. Его меняет Витя Майгуров. Когда-то под фальшивым дипломом занимал пост министра спорта Хантамансийского автономного округа. Было заведено уголовное дело. Там все прочее было. Вот. Значит, я говорю только факты. Которые неопровержимы. Это уже случилось. Понимаете? Он занимает пост первого вице-президента. Допинги продолжаются. Развал полнейший. Нас выгоняют отовсюду. Но президент Международной Федерации, тогда еще Андерс Бессеберг, вручает второй диплом Майгуру за развитие биатлона в России. У вас такого диплома нет, да? Нет. У меня есть диплом. Есть, да. Как признан лучшим президентом среди всех национальных федераций. И наша федерация была, российская федерация биатлона, союз биатлонистов России, был признан лучшим среди всех национальных федераций. Так, понимаете, напрашивается вопрос. Что же не устраивало? Я точно не смогу ответить на этот вопрос. Дальше, так, на это мне никто, 11 лет не ответили. Понимаете? Дальше идет полный развал. Нас выгоняют. Теперь мы имеем временное членство. Без права голоса. И самое страшное. Мы потеряли чемпионат мира 21-го года, который должен был состояться в Тюмени. Понимаете? Стадионы. Мы потеряли все. У нас 4 года. С последующих не будет ни одного международного старта. Мы на сегодняшний день при нашей команде были восстановлены и построены новые комплексы. Пять комплексов сегодня имеют категорию А. Мы можем проводить чемпионаты мира и кубки мира. 13 комплексов имеют категорию Б. Это чемпионаты Европы, кубки международной федерации. То есть все, что хотим. Мы провели 50-летие российского биатлона в Новосибирске. В шоке были все. Мы провели 4 призов Атьянова, ушедшего из жизни тренера Ильича Муратова, 4 года подряд на Камчатке. Мы помогали странам, я их назову малоимущим, имеющим проблемы. Мы заказывали чартеры, организовывали, люди приезжали. Это были настоящие праздники. На Камчатке люди говорили, у нас есть два праздника в жизни, остались. Новый год и биатлон. Александр Иванович, здесь вот какой вопрос. Люди не умеют зарабатывать? Что главное, чего сейчас люди не умеют в нашем... Я бы даже так сказал, в спорте во многом, не только в биатлоне. Мне просто, понимаете, у меня экономическое образование. Я закончил экономфак МГУ и потом уже стал журналистом. Мне для меня это очень важно, потому что я пытаюсь понять корень зла. Он где? Мы что не умеем в первую очередь? Ну, помимо того, что мы иногда жадные, иногда, так сказать, вороватые, иногда и так далее. На сегодня, не, ну, у нас сатана в России достал самое страшное оружие – деньги. Мы же видим прекрасно. Мы живем на территории Российской Федерации. Это самая богатая территория земного шара. Как умудриться официально объявить, что у нас 22 миллиона за четвертую бедность? Я был приглашен однажды, был на приеме у одного шейха, который говорит, вы знаете, у нас кроме нефти и песка больше ничего нет. Но у нас нет нищих, у нас нет плохо живущих людей. Так что же мы не умеем? Мы не умеем управлять. Управлять? Сверху донизу, помните, демократический централизм, управление снизу доверху и сверху донизу. У нас ни там, ни там. Понимаете? Обратите внимание, легкая атлетика, Шляхкин, он клубом, тем, всем, понимаете, к легкой атлетике никогда не имел отношения. Ну, дорогие мои. Так же случилось в Биатлоне. Прохоров свое дело сделал. Он финансировал их по полной программе. Все были счастливы, и президент Международной Федерации был счастлив. Ужины, развлечения, все было здорово. Но Кущенко, я не знаю, доните вы или нет, я его назвал прохвостом везде. Понимаете? Человек, который никогда не был в большом спорте, был диджеем, понимаете? Ставят сюда, ставят, и понеслось. Развалить вид спорта такой, понимаете? Я по сей день, мне 72 года будет через 4 месяца, понимаете? Душа болит, разрывается. Самое страшное, знаете, что на поводу пошли спортсмены. Это Круглов, как капитаном команды был. Круглов, Черезов, Ростовцев, Чудов. Понимаете? Девочки пошли на поводу у этих товарищей. В каком смысле пошли на поводу? Ну, они написали против меня, вы знаете, не потому что, ради бога, чего только я не пережил в этой жизни. Я думаю, что таких пасквилей никогда ни на кого не писали. На ватмане, огромный ватман, и написано президенту Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он у меня в музее, понимаете? Мне его передали. Это же абсурд. Им не нравилась дисциплина тренировочного процесса. Что только не выдумывали. Пришли олигархи. Сначала Малин, бывший шестернерфимущество, начал разваливать. Да развалили Кущенко. Ну, я не могу простить только Майгурова и Барнашова. Они биатлонисты, чемпионы мира, олимпийских игр. Ответить ни на один вопрос не могут. То есть, вроде бы, как и деньги есть, а управлять мы ими не умеем. Я вас правильно понимаю? Абсолютно. У нас было... Опоздал на сбор. До свидания домой. За свой счет. Все. Так должно быть. А вот скажите, в этой ситуации в Норвегии, в Германии, я не знаю, еще в друге, во Франции, то же самое, там тоже так? Нет. У них как это устроено? У них контрактная система. Дорогой вы мой. Это у нас могут платить деньги ни за что. Тренировать на государстве. Спорт не приносит материальных благ. Мы сидим на шее налогоплательщика. У нас это надо втолковывать детям вот с такого возраста, чтобы они понимали. Понимаете, наша отдача, и особенно спортивного руководства нашего, и в регионах, в краях, областях, это все должны понимать, что отдача наша, результат, порадовать народ. В Советском Союзе как было? Даже писали статистику, что при успешном выступлении на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских игр, повышается работоспособность рабочего класса. Радость людям. Как хочется вернуться в те времена, когда трамваи были облеплены и ехали на футбол. Понимаете? Я-то просто к тому, что многие, наверное, считают, что советская система была плоха тем, что ли человека зажимали вот в эти вот тиски дисциплины, а мол, где-нибудь, я сейчас, простите, может быть, это глупый вопрос, в той же там Норвегии или Франции, да, там, мол, человек предоставлен сам себе, он свободен, лишь только вот тренируйся и выступай. У нас что, люди их развратили деньгами, и они поэтому... Я давно настаивал на контрактной системе. Спортсмен должен подписать. Понимаете, мы тренируемся... У нас нет контрактов у них? Да нет, конечно, по сей день. И закон о допинге, по этому закону, понимаете, его надо считать или боком, или кверх ногами. У итальянцев попал на допинге пять лет тюрьмы. У вас могут найти в косметичке запрещенные таблетки, препараты, и вас могут прийти к уголовной ответственности. Вы даже не спортсмен. Понимаете? Это слава богу, что мы из Олимпийской деревни тогда Ольгу Пылеву спрятали, увезли быстро на территорию Австрии. Если бы итальянцу его вовремя поймали... Она бы там и осталась. Она бы там и осталась. Скорее всего, задержали бы на какое-то время, я не знаю, как бы, как бы ее выразиться, отмазали. Понимаете? И ведь это бесконтрольное. Знают все. Я называл фамилии. И даже писал фамилии. Эта история чисто российская про допинг. Вот то, что вы рассказываете. Чисто российская. Ну, потому что ведь наш обыватель, если уж мы говорим не только про биатлон, мы зачастую говорим о том, что у нас, вот наших сейчас, да, прессуют, наказывают. Страна находится в непростом положении с точки зрения взаимоотношений спорта, да, всего мира. Но ведь весь остальной мир тоже с этой проблемой сталкивается. И мы видим, как кого-то ловят, кого-то не ловят, кого-то, как вы хотите, отмазывают, а кого-то не замечают. Вы знаете, мы все время пытаемся узнать, что у соседа. Давайте в своем огороде разберемся. Ведь было сказано, вот клянусь вам, мое выступление было в конференц-зале Олимпийского комитета, где все присутствовали. Президиум Министерства спорта Олимпийского комитета, люди из Кремля присутствовали, понимаете. Я, уходя, сказал, я говорю, давайте обратим внимание на проблему допинга. Она назревает. Вижу, реакции никакой. Еще левая рука осталась на трибуне, я там это в книге написал своей. Я сказал, настанет день, когда мы опозоримся на весь мир. Он настал. Ведь сочинские пробы по сей день никуда не отданы. Я не хочу сказать, что там наши спортсмены кололись. У нас Устюгов доказал, лыжник, что можно без допинга выигрывать. Понимаете, поехали на Олимпийские игры, считанные спортсмены. Выступили лыжники, здорово выступили. Здорово выступили. После этого его дисквалифицируют. Я говорю, посмотри, пока ты этого не делал, ты попадал в десятку, в шестерку попадал. В эстафетной команде был чемпионом мира. Теперь ты занимаешь 30-е места. Я чистый. Дисквалифицируют. Я не могу понять этих людей. Ну, деньги. А какие деньги? А зачем? Там трата денег. Ну да. Там только трата. За бесплатно колоть никто не будет. Ну, конечно. Юрьеву спрашиваю. Способная, талантливая, попала раз, попадает второй раз, дисквалифицирует. Понимаете, это наша безалаберность. По правилам ВАДы, попавшийся спортсмен на допинге не имеет права тренироваться с национальной командой и появляться на стрельбищах. У нас все наоборот. Ради бога. Еще и попадает в оргкомитет Ловчев, город Владимир, штангист. Попадается в тяжи. Я вам могу прочитать на телефоне. Я пытаюсь мутко дозвониться. Но остались у меня старые контакты. Это не секрет. Я уже знал, что их дисквалифицирует троих штангистов. Пытаюсь к мутко попасть. Месяц. Как минимум. Пишу смс-ку его помощнику. Передай, что на днях будет... Катастрофа. Одно место. Да. Значит, у нас очень большие проблемы. Я готов сообщить, надо принимать меры. И пишу, что там на днях будет катастрофа. Троих штангистов дексуалифицируют. Вы знаете, вместо того, чтобы принять какие-то меры, губернатор, я говорю, Ша, его делает по приезду советником губернатора по спорту. Ну, о чем мы говорим? Вот вам один из конкретных примеров. Шарапова, помните, за Мельдонией? Ну, конечно. А мы начинаем не просто орать, а Сирена Вильямс тоже. Давайте с Шараповой разберемся. Так доктор Сирена Вильямс говорит, вот вам документ. Фармацевтическое разрешение. Мы подали туда, и ей разрешено. Но ведь доктор Шараповой не подал. Ну да. Опять то же самое. То же самое. Наша безалаберность. Потому что в спорт понапичкали людей, не имеющих образования специального. И не прошедших эту школу. Что-то у нас везде одно и то же, я вот все время думаю. Это же не только спорт. Во всех отраслях у нас. Почему у нас везде не те люди-то, которые... Или хороший парень, или хорошо выпивает, держит стакан. Понимаете, у нас только свои люди. Понимаете, неважно, какое образование. Да ладно, ну что там. Понимаете. Надо мной тоже многие смеялись, когда я занялся сельским хозяйством. И это был мой следующий вопрос. Мне интересно, как вы... Почему? Это же любопытно. Вы знаете, даже я... Вы говорили про агрофирму. Это же интересно. С очень большим уважением отношусь к Виталью Георгиевичу Смирнову. После Сергея Павловича Павлова, вот, Виталья Георгиевича, это были два кита. Смирнова по сей день ходит, если он выступает, ходит слушать. Мы с ним охотники. А как сказал Иван Сергеевич Тургенев, если охотник, значит приличный человек. Вот. Вы сегодня второй человек, который мне об этом говорит, да. Серьезно? Да, да, да. Поэтому еще да. Мне уже... Но это мог сказать только Реший Алипов. Угадал? Угадали. Ну, видите, мы с ним друзья. Да. Вот такой парень, который пробивается через не могу федерации. Пытается ставить рекорды, ему все равно стараются не брать. Меня спасает только то, что у меня жена ходит на охоту, поэтому мне тоже надо начинать. Охота – это великое дело. Высшего восстановления не найдешь. И вот, Виталий Юрьевич, когда я занялся этой агрофирмой в Ростовской области, это село Киселево, значит, Карасасулинского района, напротив города Шахты, где родился великий Василий Алексеев. Мы ему всегда поросеночка при жизни были. Ел много, наверное. Кстати, могу сказать, что если бы он лечился у нас от рака, он бы остался жив. Лучшая методика в мире от онкологии находится здесь, в городе Москве, которая никому не нужна. Могу приоткрыть секрет. По одной простой причине, что оборот фармакологии в онкологии в год составляет по миру 1 триллион 400 миллиардов долларов. Понятно, да. Так вот, Виталий Юрьевич Смирнов сказал, Шура, а я еще занялся свиноводством, 2,5 тысячи голов, кукуруза, подсолнечник, рапс, пшеница, 4 культуры, 90 гектар поливных, помидоры, огурцы, морковка, капуста, свекла, 5 культур. Есть еще и хочется, Александр Владимирович. 5 культур. Как говорил, по-моему, дай бог Ленин или Горький, военному делу научиться настоящим образом. Вот мы учились. Я привык быть лидером. Надо мной смеялись. И Смирнов мне как друг, как старший брат, говорит, Шура, он с большим юмором таким, говорит, ну где биатлоны, где свиньи? Мой ответ был простым. Я говорю, шеф, я его так зову, шеф, он мне только на ты. Я говорю, шеф, свинья не моется, но не дешевеет. А почему, почему? А вы знаете, вы знаете, я тогда, у меня на сайте стоит фильм, вчера и сегодня, посмотрите, 27 видов вторых блюд я выпускал. Первые блюда, селедка, мука. Я после вашей программы, я сразу иду есть. Да, 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 можете посмотреть, понимаете? Ну, у нас же нельзя, не делай добра, не получишь зла. От тюрьмы, от суммы не отказывай. От суммы, от тюрьмы. Я прошел то и другое, понимаете? Вот. Нельзя ничего хорошего сделать. Тебе обязательно придут. Ну. Да, и развалят. Это да. Это да, поэтому... Даже мне через это пришлось пройти. Да. И самое интересное, на День Поля приехало около 40 стран. А почему вы решили? Это же должно как-то к вам было в голову четырехкратным олимпийским... Это мое детство, я в детстве был пастухом. Я знаю, что такое лопаты вскопать 15 соток. Я знаю, что такое убрать картошку, огурцы, помидоры, огород. Корова, тёлка, овцы. Это вот оттуда родилась вся эта физическая... Не тренажёры нас делают сильными. Я даже, будучи в сборной команде, в тренажёрный зал никогда не заходил. У меня было... Я косил, колол дрова. В Эстонии тренировались. Где будет тренажер? Если дрова есть, я говорю, так, стоп, это мое. Понимаете? И у меня были свои упражнения. Кирпичи, камни, поленья. Ну вот. Ясно. И тут, да. Как? И тут дело дошло до свиней. И тут дело дошло до свиней, да. И мы стали лучшей агрофирмой в Европе. На выставке «Мировая техника». Для вас... Вот как вы себе эти цели ставите? То есть, я понимаю, что если вы поставили цель, то вы лидер. И цель будет достигнута, потому что вы лидер. Как вы это находите в себе? Вот эту мотивацию... Вы знаете, наверное, всё-таки я думаю, что все вышли. Вот я сейчас попытаюсь, если у меня получится, боюсь сказать, получится, то я сделаю агрофирму ещё хлеще. Правда, не у нас. Но вы это делаете для себя, да? Потому что внутренний призыв такой есть. Вы знаете, я не могу сидеть без дела. Да. Я достаточно обеспеченный человек. Не буду скрывать, езжу на Ролл-С-Ройс. Да. Всё ещё занимаюсь книгами и всё прочее. Вот сейчас везу книги в Белоруссию. Свои книги везу. Везу другие книги для библиотеки, для студентов. Значит, там сельхозакадемия самая старая в Европе. Я вам скажу так. Вы там читаете лекции или что-то, да? Выступаете там в сельхозакадемии? Я буду выступать, я только познакомился, да. 12 тысяч студентов. Скажу вам прямо, у меня дальний родственник учится в МГУ. Не преувеличу, что МГУ по содержанию внутреннему, по состоянию стен, всего прочего, рядом не стоит сельхозакадемия в Белоруссии. 12 тысяч студентов. Вы себе представить не можете. Это английские газоны. Это всё. Я сразу попросил показать мне общежитие. Ну, я скажу так. Можно спокойно оценить три звезды. Питание в столовой. Пять блюд первых. Семь блюд вторых. Свекла, морковка, капуста, винегрет, хлеб белый, чёрный, ватрушки. Всё это. Примерно 80 копеек, как в Старом Советском Союзе. Для студентов. Ну, естественно, понятно, кто из них вырастет потом. А? Понятно, кто из них потом вырастет. Самое интересное, что я только первое сельхозакадемию видел, они теория и дальше идёт практика. Токарные, фрезерные станки, сварка, всё-всё-всё, автомобили, трактора, комбайны, они проходят практику. Я правильно понимаю, что, что в биатлоне, что, ну, я бы сказал то же самое, наверное, и про журналистику, к сожалению, к своему, потому что сейчас не так. Что в сельхозпроизводстве? Нужно начать отсюда, для того, чтобы попасть сюда. То есть, вот эти вот... Ну, безусловно, безусловно, без поддержки, безусловно. В России я начинал никакой поддержки не было. Я начинал с одной поддержки пекарни. Как тот Рокфеллер, который вышел с долларом в кармане. Понимаете? Вот. И потом, когда приехал представитель, интересный момент. Я сейчас работаю над следующей книгой. Я писать, к великому сожалению, не могу. У меня стоял вопрос об ампутации рук. Я говорил в тайге, и пластическая операция лица. Ну, вот, они, видите, все поведённые. И долго писать мне проблемы. Я наговариваю, а потом это всё. Я, видите, язык подвешен, память, слава богу. Вот. Я описываю такой момент. Значит, приехал представитель компании «Пионер». Американская компания, которая производит семена на пассивные. 40% занимает рынка мирового. Самая крупная компания. Он сказал, когда я начинал, ну, все шли на имя. С ума сошёл. Вот. Он приехал, говорит, Александр, ты не представляешь, куда ты попал. Нужны специалисты, нужны туда. Я ещё с детства помню, бригадир у нас был Корнилов Филимонович Вандышев. Он говорит, Шурка, был бы дождик, был бы гром, к чёрту нужен агроном. Я говорю, не переживайте, я фартовый. Он приехал через два года. Он был в шоке. Мы начинали с полутора с Сергеем, моим, Светенко. Он был у меня директором сельхозобразованием. Уникальный специалист, юморной. Всё как надо. Мы душами сошлись. Вот, значит, он приехал через два года. Он был в шоке. Он был в шоке. Он говорит, я не верю этому. Восемь лет земля не пахалась. Есть фильм, поставьте, он будет интересный. Там как раз предсказание судьбы России есть. Александр Иванович, я просто прошу вас, приходите к нам ещё, потому что, к сожалению, время наше подходит к концу. Я понял. Нет вопросов. Я не потому что заслушался, потому что я понимаю, сколько ещё я хотел с вами обсудить, а сегодня уже не успеваю. Как только вы прочитаете все лекции сельхозакадемии в Беларуси, и у вас там всё получится, я вас очень жду к нам в студию, потому что хотелось бы ещё очень о многом поговорить. Александр Тихонов, легендарнейший человек, а самое главное, ну, вы сами всё видели и сами всё слышали. Это действительно нужно слушать и слушать долго, бесконечно, потому что я абсолютно уверен, что эти 40 минут, что мы проговорили, это, наверное, не знаю, 1-2% того, что хотелось бы ещё услышать. Александр Иванович, спасибо вам огромное. Служу. Ещё встретимся. Да. И дай бог здоровья. Ещё служу России. Спасибо вам большое. Александр Иванович Тихонов был в этой студии. Спасибо вам огромное за внимание. Встретимся очень скоро на Спорт24. С вами был Александр Кузьмак. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова